всем привет вы знаете у меня сегодня задачка такая я думаю вам тоже будет очень интересно посмотрите какая страшная картина мы сегодня вместе с вами отсоединим детку с цветоноса орхидея и конечно же это будет стимулирующая посадка которая дала шикарные результаты сейчас я вам покажу в принципе орхидея это не одного гибрида до сортового но так как это европейские стандарты орхидея stelenbosch вот такая красавица как мы вместе ее с вами разместили люблю я вам показывать эту красоту полив был не смотрите а то скажете что все мокрое полив был вот как я вернулась с командировки два дня назад буквально я ее проливала чистенькой водой на уровне цветения орхидейки поливаются всегда мои чистой водой вот она как выглядит корневая забубенная обалденная множественная и очень обалденная тоже вместе с вами кстати видео по отсоединению этой орхидейки вышла на канале и набрала очень много просмотров очень любят просматривать это видео именно как вот такое вот пособие по отсоединению детки с цветоноса растения и размещение ее в стимулирующую посадку растет она вот как видите двойной горшочек вот я думаю что вы все хорошенько разглядели солнышко нам в помощь отражаются лучи от соседнего здания и попадают сюда на балкон но я думаю солнышко нам не помешает мы так по нему соскучились прежде чем что я прежде чем пересаживать орхидею да что я буду делать я беру у меня здесь 450 миллилитров воды но я возьму 400 можно даже чуть чуть поменьше ну да 450 вот так развожу в этой воде с municipal я сейчас буду замачивать корневую систему представляете воздушную корневую систему детки я буду замачивать опасность в чем существует ни в чем так как я замачиваю до пересадки корневую систему воздушную ничего не будет вот если замачивать ее сразу после пересадки воздушную систему у орхидеи да при первом поливе там может возникнуть опасность загнивания воздушных корней очень часто сталкиваетесь в том числе и вы с этой проблемой потому что вопросы насущные задаются здесь и сейчас постоянно вот так как я это делаю до пересадки понимаете вот воздушка идет у меня в стимуляцию в антистрессовый препарат давайте покажу эту скажите что я вам не показала вот от любых стрессов ударное средство поэтому сейчас что я буду делать развела я состав теперь я беру отсоединяю цветонос так и сейчас мы вместе с вами будем делать чик-чик сейчас знаете что я сейчас постараюсь сделать надрезик вот здесь смотрите вот здесь я знаете вот жадная маша не хочу маша обидеть в данном случае знаете вот какая-то такая маша из мультика это маша и медведь постараюсь сейчас хотела выкинуть этот пень ну что тут смотрите вот что тут от него оставлять видите что сотворилось с растением нарбона противная ой противная она но при этом посмотрите это противная сохранила всю корневую систему при пересадке когда я ее а ну вот тут только пропали корни вот здесь вот они рабочие собственно на этих корнях и вытянулась детка а вот корень гляньте какой пошел туда я еще когда его увидела думаю парень а ты куда полез посмотрите что он там в грунте какой он крутой вот смотрите видите не знаю видите вы не видите но он там просто бурит просторы грунта так продолжаю дальше люблю возюкаться с растением и вам показывать поэтому кому нужны быстрое видео это не ко мне я люблю пояснять давать много пояснений по поводу по ходу работы по ходу действий так не корешок не надрезать вот так вот так туда в глубину стараюсь проникнуть и и вот так опа хорошо хорошо уже прям отсоединилась у меня провалился о все сходим мы с цветоноса просто спрыгиваем оттуда вот так смотрите раз 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 так все отличненько теперь я сейчас вот так вот и и покручу по возможности об смотрите какая красавица пень убираем не знаю наверное оставлю цветонос этот способен еще дать потомство вот реально сейчас я вот эту немножко вот эту область это вот видите тут краешек цветоноса остался как срезала я сейчас его под зачищу место так возьму наверное ножнички то я маникюрные куда куда ножнички маникюрные обязательно здесь у нас все инструменты когда я с ними работаю после работы уже обрабатывается то есть они при следующем использовании уже готовы к использованию так отлично моя хорошая разговариваю я с растениями я люблю это делать смотрите какая красавица попочка прелестница так прелестница попочка чешуечки чешуечки сейчас мы вот так снимем с нее цвела два раза обалдеть вот представьте я щас цветоносы с нее убирать не буду зачем пусть будут она сейчас уже пить хочет я не поливала кстати это место где вот растут орхидейки она росла в зимнем саду смотрите какая барышня красивая аккуратная выросла у меня аккуратная воспитанная дедушка вот росла в зимнем саду и уже две недели я их не поливала там орхидейки ну вот этот такой горшок конечно быстро сохнет так 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 уменьшать я уже ничего здесь не буду беру я что я беру так свой любимый споробактерин который у меня всегда используется я им закрываю все 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 срезаю я присыпала теперь что я буду делать собственно говоря ну буду стараться не сломать корешочки размещая их вот в этот стимулирующий состав со стимулом да буду стараться насколько это будет у меня получаться сейчас пока она у меня будет стоять в стимуле я ее оставлю наверное ну так насколько мне ее оставить то ну 20 минут минимум она у меня будет стоять корневой системой и так давай 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 заходим 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 отлично умница все попку не опускаем воду потому что мы ее только сейчас обработали она свежая кстати вот знаете рекомендовано вот такие отсоединенные растения держать где-то несколько часов вот без пересадки для того чтобы подсохло основание среза ну это желательно делать если конечно делать все по правилам давай корешок туда отлично смотрите ни один корешок не потреснул и она сейчас у меня будет вот так 20 минут стоять я конечно дам ей наверное ну может быть дам часочек даже потом подсохнуть после обработки и мы вместе с вами обязательно пересадим эту красавицу я думаю что у нас будет очень интересная посадка такая необычная я вот хочу сегодня так необычно сделать определенное знаете такое создание такого кома воздухе а потом мы с вами посадим ее буду искать горшок вечерело а мы еще находились пересадки ой девчонки смотрите что у нас происходит все она у меня постояла в стимуле за это время корешочки попитались антистрессом а вот этот вот сухарик вместо среза он подсох вот вот теперь круто теперь я не боюсь ее пересаживать она немножко полежала листья оба вернее корня оболочка корня сейчас вот находится вот в таком состоянии кстати они такие хорошие эластичные стали податливы это очень хорошо когда корневая система перед посадкой я бывает такое что на уровне основных корней мокрых воздушку я опрыскиваю просто из опрыскивателя она становится такой знаете более эластичный податливый для работы с ней горшочек 06 литра двойной выбрала из самого мелкого керамзита фракции самый крупный я думаю вы меня поняли покупаю я мелкий керамзит для того чтобы действительно малыша отрасполагать бывает очень удобно добавлять вот в двойное содержание когда я стакан в стакан ставлю нестандартного вот такого вот производства ну что я даже не знаю куда мне положить ее боюсь ей повредить корешули вот смотрите самая вкусная как я говорю стадия вот они раскопленные корешочки 1 2 и листик у нее после цветения начал активно трогаться в рост что я буду делать это пока в сторонку смотрите я сейчас хочу образовать ей ком но ком у меня будет сейчас я посмотрю сколько ей взять мха не послойный пирог а будет у меня ком такой вот с со смешанным грунтом сегодня так у меня будет вот почему-то так у меня идет она в посадку понимаете не могу объяснить так чуть поменьше мха это убираем так здесь у меня фракция архиаты 9 12 12 18 в перемешку ну вот в основной массе для малыша от нужно мелкую кору брать крупную не берите стимулирующие посадки они таковы лучше знаете что сейчас вот крупные кусочки я выберу положу на одну как крупные крупные относительно горшка правильно вот самые что есть у меня вот туда я их на керамзит положу керамзит два слоя керамзита так вот 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 так отлично даже камушек не этот не камушек так располагаю отлично теперь так размешиваем хорошенько можно знаете немножко вот так сделать просто укоротить длинные вот эти волокна чуть-чуть шапочки будут расти будут так вот точно теперь хватит мне этого на объем нет не хватит или хватит но там если что корой прикрою так дальше а дальше я делаю вот что вот так берем и вот так делаем основу о смотрите как круто получается так мог поддерживает кору вот так руками фиксируем вот так и сюда так сейчас я сейчас я подождите подождите надо немножечко добавить немножечко 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 вижу 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 вот так смотрите они такие хорошие они такие эластичные они прям такие послушные послушные и прям вот так вот так аккуратненько мы их заправляем в посадочку так вот этот немножечко сюда вот так смотрите как она прям 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 умница умница сейчас вот тут постараюсь без последствий корень опустить и вот этот сейчас у меня не зашел сейчас я его тоже буду опускать смотрите как круто вот этот вот тоже хочу знаете что придется сместить немножко чтобы мне корень завести и краешек не нарушить так отлично и вот этот я сейчас его повращаю вот так но он у меня зайдет в посадочку ни один корешок не потреснул вы вы сами все видели слышали вот всегда кстати с воздушкой у малыша то у меня всегда получается смещение немножко смещение растения естественно относительно центра это не критично девчат вот реально так ну и все теперь мы докладываем недостающее количество коренок в посадочку все теперь у меня мог сюда не идет только кора мелкой фракции ну что ура я более чем довольно результатом смотрите какая красавица пить хочет да хочет пить но сейчас корневая на там потихонечку подпитает листочки не сразу все будет происходить постепенно она же росла на корнях мамы а здесь что происходит а здесь происходит уже знаете такое самостоятельное плавание орхидеи вот как располагается около шейки кора да здесь мха нет вот здесь вот вообще для вот таких стимулирующих влагоемких посадок хорошо очень показывает именно вот такое срединное расположение мха относительно корневой системы у европейских гибридников почему вот все таки мог хорошо идет да именно к азиатам на поверхность потому что они привыкли врастать корнями вот именно туда что располагается около на поверхности как правило для азиатов это мог а вот здесь у меня конечно кора но стимулирующая посадка состоит в том что сейчас около корней корней как кора так и мог он очень хорошо в посадке работает на снабжение коры при поливе водой корешочки видны вот здесь вот сейчас я вам поближе покажу вот он корешочек они тут проглядываются не активно но проглядываются вот он корешочек пипочка маленькая выходит вот он корешочек то есть для контроля корней все-таки у меня возможность будет но даже если бы она не была я бывает определяю по весу горшочка ну и листики они замечательно подсказывают что орхидейка захочет пить они вот такие чуть-чуть грустные становятся все пояснила разъяснила стимул остав после пропитки корневой системы налила пню оттащу наверное я его все-таки на дачу пусть там растет там очень хорошо появляются детки жалко выбрасывать корни то хорошие да у пня он еще и туда корешок врастил думаю ладно не буду вдруг появится вот на какой-нибудь почечки под шелушечкой какой-нибудь новый росточек в виде здесь у нас работа с пересадкой со соединением детки с цветоноса закончена надеюсь вам было самое интересно познавательно увлекательно желаю вам прекрасных посадок результатов прекрасных результатов от ваших пересадок здоровья благополучия всего вам самого-самого доброго всем пока пока и до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok